Мама этих детей, Алия Жуманова, уже полгода находится в СИЗО Шимкенте. Три года назад крупный предприниматель Рашид Жуманов умер официально от острого отравления лекарством. Мать покойного объявила сноху Алию Жуманову фиктивной женой, а внуков назвала неродными. ДНК-экспертиза отцовство установила. Сегодня защитники Алии Жумановой устроили в Алматы выездную пресс-конференцию. В основе всего этого дела, связанного с Алией Жумановой, лежит конфликт материальных интересов. Причем членов семьи, понимаете, мать, брат. Корыстные мотивы, рейдерство, потом уже покушение. Мы, честно говоря, как члены комитета, переживаем за жизнь детей. Алия там уже в каком состоянии, вы представляете? Человеческий фактор, он отодвинут в нашем сообществе на последний план. Дело это изрядно нашумело в Шимкенте. Мать покойного бизнесмена написала заявление на супругу сына, обвинила ее в отравлении. Алию Жуманову арестовали. По словам родственницы арестованной, Гюльнар Байзаковой, бывшая свекровь не остановится ни перед чем, чтобы заполучить бизнес сына. Алия и покойный Рашид, этот бизнес, у них авторынок в городе Шимкенте, они подарили своему единственному несовершеннолетнему на тот момент сыну. Я не знаю, докладывала об этом маме или нет, но как-то она узнала об этом. И по большому счету их была попытка, в связи с чем они говорили, что это незаконный сын, незаконный брак. Чтобы аннулировать, наверное, эту дарственную. Пострадал и наследник состояния Нуршултан Жуманов. В него стреляли неизвестные. Он чудом остался жив. Еще два сантиметра выше бы, мне эта пуля попала, мне могла попасть в висок. И скорее всего я бы умер. Спустя некоторое время, врачи сказали, мне потребуется трепанация черепа, да. Надо будет поставить пластинку. Я два месяца назад сделали мне эту операцию. Отец умер, мать за решеткой. Родная бабушка отказалась от внуков, говорит дочь Алии Тауриш Жуманова. От нас отвернулись, я не знаю, можно сказать, вся сторона отца, все родственники. Я не знаю, то ли власть бабушки так действует, то ли что. Вот мы вдвоем. И то он вот на учебу должен уехать, я сейчас остаюсь одна. Кому достанется весь этот многомиллионный бизнес, суд решает уже без малого три года. Конца края не видно. Дети Рашида Жуманова надеются, что мать освободится из СИЗО, а родная бабушка перестанет терроризировать их семью.